Практически все вологодские школьники успешно написали итоговое сочинение. Об этом заявили в Управлении образования администрации города Вологды. Не справились с испытанием менее 2% выпускников. Подробнее расскажет Егор Канавин. Всего в этом году сочинение писали более 1400 вологодских старшеклассников. Пять тем на выбор. Самой популярной стала тема, посвященная войне. На втором месте творчество Михаила Лермонтова. Из тех выпускников не справились с испытанием только 19 человек. Остальные получили зачет. Причиной такого хорошего результата стала масштабная подготовка, которая началась в Вологде еще в прошлом учебном году. Пробные сочинения на базе школ, затем общегородской репетиционный экзамен, в котором приняли участие большинство выпускников. Ведь итоговое сочинение, которое вернули после длительного перерыва, теперь стало допуском государственной итоговой аттестации. Дети, готовясь к итоговому сочинению, припечатывают произведения. Наверное, более детально относятся к содержанию этих сочинений. Поэтому я думаю, что вот это сохранение или возврат к итоговому сочинению играют для повышения грамотности как наших выпускников, так и в целом населения очень существенную роль. И первый опыт оказался весьма успешным, причем во всей области. Вологодские школьники написали итоговое сочинение лучше, чем выпускники в целом по стране, подтвердив, что Вологда – город грамотных людей. Именно такое название носит городской проект, который реализуется в областной столице по решению главы города Евгения Шулепова. Основные задачи проекта – поднять уровень речевой грамотности населения, а в конечном итоге создать в Вологде культурную грамотную среду. Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда Портал.